Очень большое, очень трудно вернуться сюда, потому что здесь кайф, здесь нет ответственности, а здесь надо отвечать. Человек в этом состоянии, это вот, знаете, есть мечтатели, замечали, да? Это в бизнесе люди начинают, вот у него гигантские планы, всё такое глобальное, а будничное он не может сделать. И у него вязкость вот такая в глобальности, ему надо переговоры, ему надо атрибутику всё это создавать, а в таких как бы простых вещах он теряется, и он ничего сделать не может. И поэтому такие люди, как правило, у них нет успеха. И постепенно, постепенно они в обществе становятся изгоями, говорят, да пошёл, что с ним, он просто болтун, болтун. А для него это тот мир реальности, и он теряется, теряется, и в конце концов он находит совершенно какое-то другое себе применение. Поэтому вот здесь поболтаться было бы здорово. Поэтому вот эффект преодоления, он обязательно нужен. Вот дошли до какой-то точки, вот сегодня, да? Ну вот если вот график опять нарисовать, вот сегодня дошли до этой точки. Эту точку можно повторять, 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 но заканчивать всегда надо чуть-чуть сквадьком вперёд. И опять возвращаться на эту точку, то есть вот так. А потом когда-то эта точка, она будет уже вот здесь. И потом опять вот такие вещи делаем, потом эта точка будет здесь. И вот таким образом начинается развитие. Действие, оно на протяжении всего, и длины, всей длины воздействия одинаковое. И если я к концу подхожу, и я как бы в препятствии чувствую, всё это точка. Это точка предела. Поэтому что я делаю? Это и практика вообще растяжет. Я немножко должен отпустить, дать возможность адаптироваться в структуре. Это вот и в занятиях, когда вы занимаетесь чем-либо. Чуть-чуть надо отпустить, дать адаптации, а потом чуть-чуть усилить опять. И смотрите, а увеличился ли объём движения или нет. Если он не увеличился, то в принципе на данный момент больше не надо делать, потому что дальше можно травмировать. Это вот тот предел физиологии в данный момент. Потом это может по-другому произойти. И подержали. Вот в этот момент можно вообще остановиться. И уже тогда вы занимаетесь практиками. Сознание увести туда. Затем, после этого, вы включаете уже внутренний сканер. Начинаете сканировать тело, осознавая, а какой участок тела каким-то образом напрягается или привлекает моё внимание. Это очень важный момент для практики. То есть, увести, ещё раз повторю, осознанное внимание, сузить его совершенно на другие части тела. То есть на вот такие, да? Абсолютно верно. Вот там, там, там и есть та хитрость. Идёт, 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 ещё будет идти, идти. И вот как бы вот остановилась. Вот теперь надо остановиться. Дальше не надо. Это как и в гимнастиках во всех. Вот теперь мы опять чуть-чуть отпустили, дали возможность адаптироваться. Провели чуть-чуть дальше. Вот сейчас есть как бы жёсткость. Вот всё, дальше я не иду. Потому что я не... Ну, Сергей просто его хорошо знает, в него можно и дальше завернуть. Но в данной ситуации есть уже изменение, пружинение. Вот это для меня критерий то, что фактически мы где-то близко к самой высокой точке физиологического напряжения. Дальше можно ещё идти. Ну, просто это он у нас такой экземпляр. Но дальше уже что включается? Я уже не чисто с суставом работаю, я уже с этой ногой работаю. И напряжение сейчас, если я спрошу, где больше, вот по всей видимости, всё-таки вот здесь больше. Согласен, да? То есть вот сейчас задача это его работать вот с этим местом, а не с тем, что я делаю. И вот есть смысл вот здесь у него сейчас расслабить. И вот я когда вот эту сейчас точку определяю и спросим, Сергей, а где ещё ты вот сейчас чувствуешь напряжение в теле? Вот. Понятно, да? То есть теперь задача работать с горлом, а не с этим местом. Одновременно расслабляя и выслеживая в теле, а где ещё может быть напряжение. Чтобы не травмировать подвоночник, надо зажать прижачий хорошо ягодицу. Но только не так, что так. И потихонечку двигайте пяточку ягодицы. Вот. Сергей, где сейчас у тебя есть отклик? Ну, на передней поверхности тела. Угу. Не гнете. Грудь, короба. Я делаю себе проблему. Потому что я тяну неправильно. Я тяну, во-первых, спиной тяну, и потом очень сложно удерживать. А потом уже натягивай, как хочешь. Регулируй. Что ж так? Кожа тянется. Можно сюда сделать. Можно так, можно так. Всяком можно. Састье Христово. Давайте так. Вот в самом позвонке болеть в принципе нечем. Болеть может только капсула диска. Там есть, так называемый, возвратный нерв. Есть другая болезнь. Если, допустим, грыжа диска или еще что-то поджимает механический корешок нервов. Это еще одна болячка. Но это адские боли. Как правило, это неправильность позиции. Неправильность распределения сил тяга на позвоночек. И то же самое. Ручку поднять. То есть, видите, не вот так, а чтобы локоть вниз смотрел. Чтобы бицепс натягивался. Тогда будет более мощно все идти. И вот здесь делают такие. Облачок снялся. Христово-подушечения слили. Ну, там же кубчик. Кубчик, да? Ну, да. Пах, кубчик. То же самое, выискиваем состояние, проживаем. Более тонкие ощущения все. В двух сторонах гораздо легче поставить. Легче. Почему-то. Ну, тебе и рука здесь по-другому. Вот скруточка вот такая своеобразная. На ягодицу нажали. И вот таким образом удовольствие доставили человеку. На шею, да? А? На шею. Надо вот сюда вывести. Да, вот так вот. Лучше. И дать возможность выследить. Весь упор делается ногой. То есть, здесь можно, чтобы на шею не давить, вот так завести руку. Тогда она не будет на шею давить. Взяли ногу, сами поджали и дали возможность человеку. Вот последик. Сейчас просто на косточку давим. На боку. Можно, чтобы еще бедро включалось, чуть его назад оттягивать. Как самому правильно стоять? Лучше, чтобы спиночка ровно была. То есть, немножко таз вперед и оттянуть. Но если неудобно, можно чуть наклониться. Упор сделать на ногу, которая давит. И подержать. То есть, тут не обязательно таз отрывать? Нет. На полу. Здесь важна скрутка. С кожу тянет, а вот захватывая всяких раз. А удовольствие от растяжения не идет? И косточка еще тазовая на пол дарит. Расслабляй косточку. Кость вот давит. Хочу напомнить пружинение, физиологические, вот эти все напряженности. Вот эти вообще все упражнения, вот сейчас последние, которые буквально, они достаточно опасны. Здесь, заметьте, идут вибрации такие. Таз. Те, на человеке, руки за голову, замочек. Ваша задачка, здесь, сами будете аккуратнее, потому что здесь очень большое напряжение на поясницу идет. Поэтому, таким образом берете. Здесь бывает, что, когда берете здесь, натягивается кожа и жжение большое. Поэтому, если что, перехватитесь. И вот, таким образом, делаете эту красивую штучку. Если ресница недостаточно прогибается назад, тело будет здесь. Поэтому, старайтесь, как бы, поближе тогда сюда подвести руки, чтобы кисти удержали. Потому что к кистям будет очень схожим держать.